Поздно вечером Денис и Дмитрий встречаются для знакомства с заявителем по новому делу. Привет. Сложноватое, может быть, дело у нас сегодня. Почему? Мужчина с непростой судьбой. Сейчас услышишь. Обычно у нас у заявителей после нашего расследования судьба становится непростой. Внимание, автомобиль заявителя появился в кадре, будьте готовы. А вот купешка, видимо, вам. Тоне нужен звук. Николай Цветков, 33 года, предприниматель. Женат, детей нет. Подозревает супругу в неверности. Денис, Дималой. Расскажите, зачем вы к нам? Я недавно освободился, в принципе. Из заключения? Да. Вот. И как-то вот пришел, а ощущение, что не так меня встретили. Абсолютно. То есть как-то все холодно, достаточно сквозь зубы. Ну и напряжение прям вот это есть. Что-то поменялось, значит, да? Да, абсолютно, да. Но у вас только эти подозрения или что-то конкретное еще есть? Соседа встретил буквально позавчера, по-моему. Вот. И он мне задает вопрос, а ты что там свою-то не убил, нет? Твою, говорит, видел с мужчиной пару раз. Вы меня извините, вопрос бестактный, но нам необходимо это знать. За какую статью сидели? Я ожидал этот вопрос. Там просто экономическая статья от меня подставили. Но это, по сути, никакого отношения к делу не имеет. Но нам необходимо было знать. Да, я понимаю. Ну что? Давай заниматься, конечно. Будьте готовы к любым новостям. Да, Денис, хорошо. Всего доброго. Было приятно познакомиться. Взаимно. До встречи. Рады с вами. Заявитель покидает место встречи, а его автомобиль оставили. Принято. Готовы к совещанию. Спасибо, ребята. Заметили с другим, изменилось отношение. Не все умеют ждать. Быть верными-то не все умеют. Да уж. Нет. Через 15 минут около автобуса, Дима, встречаемся. На следующий день наша команда приступила к работе. Оперативники заняли наблюдательную позицию у подъезда дома, где проживают супруги Цветковы. Выходит, девушка из подъезда. Это наша. Марьяна Цветкова. 28 лет. Домохозяйка. Замужем. Детей нет. Спасибо, увидели пешеход. Взял объект, начал движение. Дим, мы уже работаем. Пешехода вижу. Молодец. Докладываю о перемещениях объекта. Делаем. Группа веса. Можете минутки через три приступать. Три интенсивных. Готовы. Выступим. Релейка подключили. Она работает. Оперативники устанавливают видеонаблюдение в квартире Цветковых. Николай сейчас много работает, пытается заново наладить бизнес после заключения. Так что Марьяна много времени проводит дома одна. Дим, прием. Да, Костя. Камеры установлены. Проверь, пожалуйста, все. Все, вижу. Спасибо, сворачивайтесь. Сыщики дежурят у офисного здания. Марьяна провела здесь полтора часа. Сейчас выходит в компании неизвестного нам мужчины. Увидели, да, с мужиком звук даю. Я не могу, я себя извожу. Марьяна, ну это же твои проблемы. Ты должна решить все сама. Я же не могу все за тебя решить. Жаль, ну ты же все-таки психолог. Ну помоги советам. Оказывается, Марьяна встречалась здесь с психологом. У женщины есть какие-то серьезные, нерешенные проблемы. И она не знает, что с ними делать. Продолжаю фиксировать. Ты ему все. Расскажи-ка по-честному. Он должен тебя понять и простить. А если я тебя попозже наберу? Ты меня сможешь по телефону проконсультировать? Марьяна, я не консультирую по телефону. По-моему, только профессиональные отношения. Ну да, по всей видимости. Все, рада была тебя видеть. Пока. Взаимно. Давай, удачи. Психолог дал хороший совет нашей подозреваемой. Всегда лучше говорить правду. Но нам очень интересно, с кем честно и откровенно она должна поговорить? Кто и что должен ей простить? Пешеходы преследуют объект. После визита к психологу Марьяна зашла в магазин за продуктами и вернулась домой. В числе ее покупок была бутылка виски. Однако мы и предположить не могли, что эта хрупкая женщина купила спиртное для того, чтобы начать выпивать прямо сейчас. Днем. Только некоторое время спустя наша подозреваемая собралась сменить уличную одежду на домашнюю. До этого момента она сидела на кухне и потихоньку подливала себе виски. Однако переодевшись, Марьяна снова взялась за бутылку. Вечером Денис встречается с нашим заявителем, чтобы обсудить с ним предварительные результаты расследования. Денис встречается с ним предварительные результаты расследования. Что это значит? Или с кем она хочет поговорить? Вот этого мы не знаем. Мы не поняли, что имелось в виду. Может, она с вами хочет о чем-то поговорить, но не может решиться? Ну, я поговорю с ней. Сегодня поздно просто, но завтра, наверное. Ну, вы так просто с ней по душам пообщайтесь и про нашу работу, про наше наблюдение ничего такого не говорите. Да нет, ну что ж. Хорошо, с этим разобрались. И еще один вопрос, может быть, он вам окажется бестактным, но не могу не задать. Как у Марьяны вообще дела с алкоголем стоят? Нет ли каких-то проблем? А что? После этой встречи, которую мы только что с вами видели, она купила себе бутылку крепкого алкоголя и, в общем, в одиночку пропивала. Очевидно, не сытно, что это ее сильно гложет. Ну, так, прилично. Я пообщаюсь с ней завтра. Хорошо, но вы не волнуйтесь, если что, мы сразу вам поклоним. Да, хорошо, спасибо. Спасибо большое. Есть койка информация. Встречимся вечером, все положено. Второй день наша команда ведет наблюдение за Марьяной Цветковой по просьбе ее мужа Николая. Вчера, когда он вернулся домой, женщина уже отключилась на диване в гостиной, где и проспала всю ночь. Морь, привет. Привет. Фиксируем домашние отношения. Я вижу, что тебе плохо, может, хочешь что-нибудь рассказать. Какой милиция она хочет? Нет, тебе ничего. Ребят, тишина, она ему конкретизировала, рассказывать ничего не хочет. Спасибо, зафиксировали. Понятно, что у нее похмелье еще. Марьяна не захотела делиться с супругом своими переживаниями. Она просто сбежала от разговора в ванную комнату, где включила воду и уткнулась в телефон. Мужчина собирается выходить, женщина останется одна. Я ушел. Она даже не отреагировала на его крик. Да, видим. Что же происходит с этой женщиной? Почему она закрывается от собственного мужа? Неужели три года, которые он провел в местах не столь отдаленных, стали для брака Цветковых непреодолимой преградой? Внимание, у нас звонок. Даю звук. Алло, привет. Слушай, нам надо поговорить. Мы можем встретиться? Встреча назначает. Я сейчас хотела прийти. Да, предположу, что психолог. Да, я уже собираюсь. Ник его знает, она собирается уходить, готовить пешеходы. Непонятно, кому сейчас звонила Марьяна. Может быть, опять психологу? Пока мы видим, что у нее не получается следовать его совету и разговаривать честно и открыто даже с собственным мужем. Одевается улица, будьте готовы. Всегда готовы. Наша подозреваемая выходит из дома. Вид у нее невеселый, но очень решительный. Вчера алкоголь не помог ей разобраться с проблемами. Будем надеяться, что она найдет другой способ. Не спим, мы отправляем пешехода. Дим, да мы уже идем. Давайте, побыстрее соображайте. Да работаем, работаем, не переживай. Вижу картинку, место незнакомое. Вместо кабинета психолога Марьяна пришла к многоэтажке, находящейся в паре кварталов от ее дома. Перед дверью подъезда женщина остановилась и кому-то позвонила. Я внизу возле подъезда. Выйди, пожалуйста. Дмитрий будет на улице, внимание. Нет, Илюш, я просто знаю, чем-то закончится. Выйди, пожалуйста. Некий Илюша выйдет к нам. Зафиксировали. Давай, я тебя жду. До сих пор ни про какого Илью мы не слышали. О чем же таком срочном хочет поговорить с ним Марьяна? Почему она хочет сделать это на улице? Боится остаться с ним один на один? Привет. Что случилось? Отношения теплые между ними. Дома думала. Зафиксировали. И надо все это все-таки закончить. Подожди, а в чем проблема? Ты же знаешь, что у меня муж, и мы решили с ним наладить отношения. Шокирующая информация. У подозреваемой действительно есть любовник. Точнее, уже был. Только что она разорвала с ним отношения. Но при этом Марьяна ничего с мужем не обсуждала, ничего ему не рассказала, просто сама для себя приняла это решение. Ну, если ты так решил... Продолжайте зафиксировать. По-моему, он ее решил отпустить. Расстаются по-добру, по-здоровому типу. Марьяна, ну, если что... Пешехода спускайте. Видимо, все это время обман и двойная жизнь не давали женщине покоя. Она сильно запуталась и как могла, пыталась разобраться. В итоге Марьяна выбрала свою семью. Валюш, привет. Ну-ка, Валюша. Отлично, а у тебя как? Фиксируем, пешеход идет. Нам надо встретиться. Сможешь ко мне приехать? Возьмешь в гости. Все, буду ждать тебя. После объяснения с бывшим любовником настроение у Марьяны заметно улучшилось. Она хочет встретиться сегодня еще с какой-то Валюшей. Видимо, ей нужно поделиться всем с подругой. Она зашла домой, даю картинку из квартиры. Дома наша подозреваемая открыла бутылку шампанского. Возможно, она хочет отпраздновать свое решение. Остается очень важный вопрос. Марьяна собирается сохранить втайне свою измену или найдет себе силы признаться мужу? На звонок кто заходил в подъезд? Какой-то парень. Ну так а почему не заложили-то? Девушку ждем. Валя, можно быть, и мужчиной. Привет. Что случилось? Что трвало меня? Опять? Это молодой. Она его назвала Валя, это он. Слушай, я сниму, я сниму. Жарко. Я так что-то без тебя. Что случилось? Просто... Просто... Все понятно, ребят, фиксируйте. Подготовьте материалы, пожалуйста. Николай приезжает к своему дому, где его уже встречает наша команда. Денис и Дмитрий готовятся сообщить заявителю прискорбную правду о его супруге. Привет, брат. Здравствуйте, Николай. Это моё есть, да, что-то? Да. Есть у вашей жены любовник, мы это сегодня поняли. Да. Зовут его Валентин. В общем, не знаем, как давно они с ним связаны, но... Кто? Валентин. Валентин. Он уходит. Мы слушаем, где ему действуем по его команде. Николай, все нормально? Рыбаемся, ждем, парни. Сейчас, погоди, я его спрошу. Секунду. Да. Вы этого человека знаете или что? Он к кем-то вам приходится? Я знаю. Я знаю. Давайте в джиг присадим, лейтем. В машину будем садиться, подготовились. Сейчас мы на пару слов, ладно? Давай, я виглядь. Да, с завешенных камер будет картинка Димы в автобусе. Дим, мы-то что делаем, Димон? Пока ждем. Принято, ждем все. Помнишь, тогда встречались, я говорил, что... Меня подставили. Это он. Вот так вот, ребята. Я не хочу сейчас туда заходить. Короче, криминальчик, да, какой-то походу у нас. Из-за этой гниды садится второй раз. Есть немного, да? Да. Ну, ждем, что старшие примут какое решение. Так и поведемся. Хорошо. Тогда ждем. Может быть, ты все-таки останешься? Ой, не-не-не. Выходит любовник. Уходит из квартиры. Ну, мы, как вы знаете, здесь готовы во дворе. Деньги. Конечно. Работаем строго по сигналу главных. Сами не рыпаемся. Ребят во дворе там рассоситесь, чтобы не особо было видно. Выходит он, выходит. Что делаем? Пусть выходит. Дима, мы не будем выходить. Мы подождем. Понял. Увидели. На длинных фокусах провожаем. Сами к нему не подходим. Пешеход, оставляй его. Ну, все. Хорошо, оставили. Куда? Дим, работаем. Работаем, Дим, пошли. Все поднимаемся в подъезд на этаж. Давайте, давайте, быстрее. Почему заявитель идет первую у нас? Работаем в квартире. Да, Дим, приняли, приняли. На этаже уже. Мы на этаже и заходим в квартиру. Вас не ждет, само собой. В гостиной сидит. Мы внутри. Ольга! Ольга, ты что? Не понравился. Сейчас объясним. Ольга. Что ты молчишь? Не догадываетесь, что мы можем тут делать? Походу она догадалась. Смотрите, Марьяна, к нам обратился ваш муж. Мы занимаемся расстреливанием случаев измен. Что там происходит? Вот это вот убирайте. Я все понимаю. Да, я все сама уже. Да подождите. А чего ждать? Уйдите все. Вы поняли, что ваш муж знает все про вашего любовника? И про дочь его, и про... Пусть они уйдут. Не можем, не все равно. А чего разговаривать? Пожалуйста. А чего разговаривать? Слушай, ну не уходи. Слышно, не уходи. Давай поговорим. О чем? Объясню все. О чем разговаривать? Пусть они уйдут. Порядочный человек. Уйдите отсюда, хватит снимать. Не провоцируйте, можно. Он нахлебался столько, что он не хочет больше туда. Да уйди. Уйди, говорю. Марьян, ну вы расскажите, может, тогда что-нибудь. Что вы хотите, чем вы хотите остановить мужа, задержать? Я не вам хочу рассказать. Давайте мы вам поможем, Марьян. Для чего вы изменяете мужа? Я не хочу с вами разговаривать. Уйдите отсюда. Ну мужа этот же вопрос интересует. Расскажите. Расскажешь? Им расскажем. Давай поговорим одни с тобой. Приготовьтесь разделиться на две группы. Возможно, придется сделать так. Готовы, не вопрос. Он на кухне. Будьте осторожны, чтобы не взял нож или что-то такое. Нет, нет, контролируйте себя. Спасибо. Вы его контролируете. Тихо здесь. Разделились на две группы. Уйдите отсюда. Да. Эпичная попытка была с вашей стороны, конечно, наладить отношения. Вы знаете, кто ваш любовник? Знаете, кто этот человек? Знаете, что этот человек сделал с вашим мужем? Для вас это новость какая-то? Открытие или что? Вы не понимаете, что человек посадил в тюрьму вашего мужа, и вы с ним спите? И вы считаете, что у мужа будет желание с вами разговаривать или что? Уйдите отсюда. Ребята, пойдемте. Нет, он вернулся, внимая. Ключи забери. Бросил ключи только. Хватит снимать. Давители все выходим из квартиры, аккуратно. Скоро, на никого. Надо оборудование будет снять как-то. Ваш письмо, понятно, но шансы не будете дровать. Поехали. Не все, что ли? Стоп. Николай больше не вернулся домой. Он подал заявление на развод. Заблокировал супругу во всех соцсетях и мессенджерах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!